В городском суде подвели итоги прошлого года. По итогам рассмотрения уголовных дел выросло число осужденных по тяжким и особо тяжким преступлениям, таким как убийство, грабеж, разбойные нападения, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Среди тех, кто оказался на скамье подсудимых, выросло число безработных, а также лиц, находящихся на момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. Возрос показатель групповой преступности и ранее судимых. В качестве мер наказания по вынесенным приговорам чаще всего судьями назначалось лишение свободы на определенный срок. В три раза реже условные наказания. Кроме того, судом назначены такие виды наказания, как исправительные работы, обязательные работы и штрафы. Следует отметить, что к лишению свободы осуждены 14 женщин, в основном за совершение мошеннических действий. Также двое из них осуждены за совершение убийства. При вынесении судьями приговоров с назначением наказания в виде реального лишения свободы учитывались характер и степень общественной опасности содеянного, роль каждого обвиняемого в совершении преступления и данные о его личности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года следует обратить внимание на тенденцию увеличения роста преступных, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Также в высоким процентном соотношении остается преступно-трудоспособного, но не работающего населения. Число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, также возросло. Стоит отметить, что уже с 1 июня 2018 года в судах общей юрисдикции по отдельным категориям преступлений уголовные дела будут рассматриваться с участием присяжных заседателей. Основную массу работы судей в минувшем году составило рассмотрение гражданских дел, а с Бестовским городским судом проведен большой объем работы по защите прав и законных интересов граждан. Число обращений неуклонно растет. В первую очередь это дела по жилищным спорам и вопросам наследственных правоотношений. Увеличилось количество дел о защите прав потребителей и по искам кредитных организаций о взыскании долга по договору займа. А вот по административным правонарушениям наблюдается небольшое снижение. По-прежнему основную массу составили правонарушения в сфере миграционного законодательства, неповиновения сотруднику полиции и мелкое хулиганство, а также правонарушения в области правил дорожного движения. Административные наказания в виде административного ареста назначались в большинстве случаев за совершение мелкого хулиганства, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. За нарушение миграционного законодательства иностранные граждане подвергались административному штрафу с принудительным выдворением за территорию Российской Федерации. Так подвергнут штраф и 105 правонарушителей на общую сумму 637 тысяч рублей. 53 лица подвергнут административному аресту. В этих случаях лица подвергнут административному выдворению депортации, то есть за пределы территории Российской Федерации. А с Бестовским городским судом во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями проводится регулярная работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних и по правовой информированности подрастающего поколения в целом. К тому же в рамках открытости судебной деятельности в сети интернет продолжает работу сайт Азбестовского городского суда. На сайте размещены судебные материалы и образцы исковых заявлений той или иной категории гражданских дел. Для удобства участников судебного процесса в Азбестовском городском суде реализована служба СМС-оповещения, которая позволяет полиоперативно извещать о движении и назначении дел.